Судимости есть? Нет. Фигурантом уголовного дела Дмитрий Аксёнов стал свои 50. Братцы владельца известности Пекарин в них отвечал за безопасность. Но, как установили следователи, законом в его деятельности было не всё. Насколько я поняла, вы не считали, что это незаконно, не знали об этом? Всё будет сказано в суде. В 2016 году сотрудникам Пекарин выдали корпоративные сим-карты. С этого момента, как выяснили следователи, все их разговоры прослушивали службы безопасности. Так продолжалось 4 года, пока у сотрудников Пекарин не закрались подозрения, с которыми они обратились в полицию. Дмитрия Аксёнова обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров и незаконном сборе и распространении сведений, составляющих личную и семейную тайну. В августе прошлого года во время обысков в офисах компании полицейские изъяли жёсткий диск, на котором хранились аудиозаписи с телефонными разговорами. При этом часть записи хранилась в закрытых чатах одного из мессенджеров. Сам Аксёнов уверял, что не знал о том, что такое вид деятельности, наказуем. Следствие длилось почти год. Обвинение считает, что собрало полные доказательства его вины. Аксёнов обвиняет в совершении преступлений, присмотренных в части 2 статьи 138 и в главном кодексе Российской Федерации. То есть незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего личную и семейную тайну. А также нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Данная санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. В деле 6 потерпевших. Сколько человек в действительности прослушивало службы безопасности организации, обвинение пока не раскрывает. Кто-то же в виде сотрудников понял то, что прослушивает вас. Сегодня обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Наказание в этом случае существенно мягче. Дмитрий Аксёнов вину признал полностью и заявил о готовности выплатить каждому сотруднику компании компенсацию, если дело будет закрыто. Но потерпевшие были категорически против. Прокурор их поддержал и в августе дело начнут рассматривать в общем порядке. Гелена Саляхова, Наиля Абдулин, Вызов 112.